МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство журналиста Павла Шеремета могут быть замешаны сотрудники нацполиции. В отношении одного из них открыли уголовное производство. Все подробности далее. По делу убийства Павла Шеремета в СМИ всплывает новая информация. Накануне вечером стало известно, против высокопоставленного сотрудника нацполиции в Генпрокуратуре открыли уголовное производство за якобы умышленную слежку за Павлом Шеремета и за владелицей интернет-издания «Украинская правда». Речь идет о заместителе председателя полиции Вадиме Трояне. Информация о слежке появилась в день убийства журналиста Павла Шеремета. Вечером со ссылкой на анонимные источники сообщалось. В результате внутреннего расследования нацполиции выяснилось, что незаконное наружное наблюдение велось в том числе и за главой нацполиции Хатии Диканаидзе. Все эти дни ни опровержения, ни подтверждения этой информации не было. И вот генпрокурор Юрий Луценко в интервью одному из украинских телеканалов это прокомментировал. Я могу и даже сказать, что мы проверяем эту информацию. Я ведь проверя на криминальном правде. И только после этого заявления на сайте МВД сегодня появилось вот такое сообщение. Информация о причастности Вадима Трояна к организации незаконной слежки за журналистами и руководством НАСПолиции не соответствует действительности. Она распространяется с целью дискредитации полиции и самого Трояна. И никаких комментариев на камеру. Видимо, потому что воскресенье нерабочий день. Зато все на том же сайте МВД появилось сообщение главы ведомства Арсена Авакова. Первое со дня убийства Павла Шеремета. На сайте говорится, Аваков каждый день получает информацию, но не публичного характера. Расследование убийства журналиста ведут компетентные следователи вместе с ФБР. И только когда будет результат, будет информация. Генпрокурор также высказался относительно появления в интернете видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы люди, предположительно установившие взрывчатку под машину, в которую утром сядет Павел Шеремет. Напомню, в Нацбанке нам подтвердили все, что зафиксировали на их здании камеры наблюдения. Они передали в Нацполицию. Как могли появиться в сети эти кадры, смонтированные в хронологическом порядке? В Нацполиции в минувшую пятницу нам ответили по телефону так. От комментариев воздерживаемся, чтобы не навредить следствию. А вот об этом сказал генпрокурор. Я когда узнал о том, что выкинули в интернет-видео, был, честно говоря, очень злым. В вопросе, что законность и незаконность, конечно, это незаконно. В вопросе, что это просто убивает тайницу следствия. В этом ты и делаешь. И очень сложное задание правоохранных органов. Генпрокурор заверил, те, кто слил видео в сеть, будут найдены. И как только это случится, их с позором уволят из правоохранительных органов. Ну и напомню, ключевая версия убийства журналиста Павла Шеремета, по словам Луценко, это месть здесь его профессиональной деятельностью. Олег Решетняк, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Сразу два ДТП с участием полицейских в Харькове. Накануне около 9 вечера легковушка, в которой ехали два майора полиции, столкнулась с рейсовым автобусом. Погибли оба, еще четверо пассажиры ДЭО и автобусом в больнице. В прокуратуре сообщили, полицейские были на личном авто и не при исполнении. А уже в пол первого ночи трое сотрудников полиции тоже вне рабочее время и на своем автомобиле попали в аварию при попытке удрать от своих же коллег. Патруль получил информацию, что за рулем Митсубиши нетрезвый водитель. Пытаясь скрыться на перекрестке, он врезался в электроопору. Водители двое пассажиров иномарки оказались изрядно подвыпившими сотрудниками полиции. Сейчас они в больнице. В патрульной полиции Харькова сообщили, что по факту ДТП начали служебное расследование. И больше никаких комментариев. Из-за подорожания коммуналки количество тех, кто обращается за субсидией, увеличилось в 4 раза. Об этом сообщил министр соцполитики. Вместе с тем, признался Андрей Рева, вдвое возросло и количество отказов. Почему же людям отказывают в госпомощи, выясняла Ирина Романова. Возле Сосновского райотдела субсидий в Черкассах очередь. Кто оформляет, а кто продлевает госпомощь. Нила Сергеевна зашла спросить, почему урезали субсидию. Раньше, говорит, насчитывали около 200 гривен. То, что я платила в прошлый раз, руб 73 была субсидия. А вот Валентине Владимировне в июне пришлось полностью оплачивать электроэнергию. Хотя до этого коммуналку насчитывали по льготному тарифу, муж чернополец. Полагалась и субсидия, оба пенсионеры. Теперь женщина ждет разъяснений, почему отказали. За свет пришло 180 рублей, ни льготным, ни субсидий. С чем субсидий должен минус 7 рублей. В городском управлении соцполитики нам разъяснили, если и субсидия, льгот не будет, это новое правило. Почему отказали в предоставлении субсидий, побещали разобраться. Без госпомощи жалуются пенсионеры, им не бойтесь при такой нищенской пенсии. Ведь с 1 июля в два раза подорожала горячая вода. С сентября снова повышается стоимость электричества, а с 1 октября вдвое поднимается цена на отопление. В столичных райотделах субсидий, например, с началом отопительного сезона, ожидают наплыва посетителей. Минсоцполитики подтверждают, что люди все чаще рассчитывают на госпомощь. Но не скрывают, все чаще приходится и отказывать. Проблема в том, говорят юристы, что при отказе чиновники, как правило, не называют причину, закон не требует. И почему не дали госпомощь, приходится только догадываться. Поэтому оспорить отказ в суде практически невозможно. Впрочем, в последнее время в отделах субсидий стали еще хитрее. Людям сейчас массово, реально массово в регионах приходит лист доведка из социальных отделов с позначкой, что вам надано субсидия в размере 0 гривен, 0 копеек. И тем самым створюет влада штучно, створюет так названную статистику. Не та количество людей реально отримает субсидии, сколько заявлено. Получается, субсидию человеку якобы начислили, остальные его личные проблемы. Не сможет платить по новым тарифам, появятся долги. И тут на помощь государству, прогнозирует юрист, придут частные коллекторы. Их деятельность законодательно уже урегулирована. Кому будут сейчас интереснее приватные законоприятия? Ну, это же понятно, да? Это банковские установки. И это установки, которые надают житлово-коммунальные послуги. Интересная сумма по стягнению боргов. Они приехали под дом, автомобиль ваш стоит, отбрали, подняли на свою штрафплощадку. Они сразу подготовят. Звернение до суду про входжение в житло. Звернение до суду про обмежение выезда за кордон. А арештуют квартиру. Они ее так само подготовят до продажи. Юристы говорят, частные исполнители заинтересованы в выбивании долгов, ведь их доход составит 10% долга. Если власть не ведет мораторий на выбивание участниками долгов по коммуналке, люди могут лишиться жилья, прогнозирует эксперт. И тенденция может стать массовой. Хотя, может, так и задумано. Ирина Романова, Станислав Кухарчук, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Одесский припортовый остался без инвесторов. На этой неделе провалилась попытка продать завод. Никто не подал заявку на участие в акционе. Фонды госимущества не распрощались с идеей найти инвесторов и обещают провести повторный конкурс осенью. Но на торги ОПЗ выставят уже из 30% скидкой. В то же время политики и эксперты сомневаются в успешном разрешении ситуации вокруг ОПЗ. Проблема в том, что вокруг предприятия разразился скандал из-за ареста следователями НАБУ двух топ-менеджеров завода Сергея Перелома и Николая Щурикова. И вот что говорят о том, кому это было выгодно. Остановка этого предприятия, а фактически уголовное дело сейчас приведет к остановке этого предприятия. Вернее, уже перелом, можно так говорить. А это точно потеря бюджета. Это огромное, колоссальное предприятие, которое платит безумные налоги в бюджет. Народные депутаты, которые были в зале суда и которые выступали поручителями моего подзащитного, они говорили о том, что, скорее всего, это заказное уголовное дело, направленное именно на срыв приватизации. Они там даже называли некоторые фамилии должностных лиц в городе Одессе. Но я как адвокат не могу ни провернуть, ни подтвердить этот факт. Если говорить о реальных действиях, кто там предпринимал, это предпринимали, с одной стороны, одесский губернатор Саакашвили, с другой стороны, НАБУ. Если исходить из цели того, что была цель срыва приватизации, то она была проведена одесским губернатором и его, скажем, командой очень на высоком уровне. То есть все было сделано грамотно. В нужное время были сделаны нужные действия. То есть озвучены заявления о масштабных коррупционных преступлениях, злодеяниях там и проведены аресты подозреваемых. Все понимают, что теперь конкурс сорван. Новая цена будет минимум на 30% ниже. Шестеро погибших, 13 раненых и 8 контуженных в зоне АТО только за последние сутки. Обослилась ситуация в районе Попасной и Маринки. Вся неделя на линии огня выдалась просто кровавой. Обо всем подробнее Геннадий Вивденко. Обстрелы каждый день, снайперы, мины. Тяжелая артиллерия работает. Если начинают наглеть, даем сдачу. Защитники Авдеевки свидетельствуют, враг уже не стесняясь применяет тяжелую бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию на протяжении нескольких недель. Танками ездят между маской и шахтой. Автора работает с аэропорта. С прекрасным перекрестным огнем. В последние недели здесь очень жарко. Силы противника сотни раз обстреливали наших защитников Авдеевки. Авдеевка рядом с Есеноватской развязкой. То есть им неудобно очень, если мы будем контролировать эту дорогу. Потому что мы перекроем им удобные пути сообщения в Горловку, в Донецком и так далее. Плюс тут есть каксохимический завод, который хорошие деньги приносит в казну. Обострение по всей линии фронта только усиливается. От станицы Луганской до Мариуполя враг применяет и атаки, и тяжелую артиллерию. К сожалению, среди украинских воинов есть и большие потери. За неделю на линии фронта 16 погибших. Десятки раненых и контуженных. Это по официальным сводкам. Бойцы говорят, сейчас надо, чтобы противник стал подстраиваться под нашу инициативу. Хотя и применяют орудия калибром до 30 миллиметров. Нам удается отогнать их дальше, откуда эффективность их артиллерийских обстрелов снижается. То есть удается поражать цели, воодушевляют бойцов, у людей горят глаза. На передовую вернулось много бывалых воинов. Их боеспособность и мотивация часто могут стать решающими в бою. Я, допустим, тоже с четвертой волны вернулся по контракту. Защищать, допомогать хлопцам, нашу батьковщину защищать, чтобы они не пришли. Я не могу понять. Ну, вот, плачутся, провокации происходят. Гранатомет рунул. Дадим им достойный ответ. Если надо, подвинем их. У них, если серьезно посмотреть, так. У них нет духа, чтобы они тут стояли. Защищать им тут нечего. Они сюда пришли грабить, а мы защищаем свою землю. Геннадий Вивденко, Игорь Сули, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В германском Штутгарте мужчина с мачете напал на прохожих. Это произошло сегодня вечером. По предварительным данным, погибла одна женщина и еще два человека ранены. Полиции уже удалось арестовать нападавшего. Им оказался беженец из Сирии. Пишет издание Independent. Имя его пока и мотивы нападения неизвестны. Что касается мюнхенского стрелка, то свое нападение он планировал целый год. К такому выводу пришли следователи, изучив личные вещи и электронные данные. Парень много играл в компьютерные стрелялки и какое-то время даже принимал лекарства от депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, изучал опыт подобных нападений. Атаку норвежского стрелка Брейвика и стрельбу в школе немецкого города Виннинден. На место последнего преступления Али Давид Сонбали даже ездил в прошлом году и делал там фото. Их нашла полиция в его камере. После атаки вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль призвал ограничить доступ к оружию в стране и поручил выяснить следствию, как 18-летний парень, имея проблемы с психикой, смог получить пистолет. Полиция уже обнародовала первые результаты расследования. Скорее всего, он купил оружие на черном рынке. Существует целая теневая сеть продажи. Но сейчас мы в самом начале расследования. И пока могу сообщить только это. По еще одной версии, юный стрелок мог купить оружие в интернете. Я напомню, что вечером 22 июля 18-летняя Али Давид Сонбали немец иранского происхождения открыл огонь в торговом центре в Мюнхене. Погибли 10 человек, включая нападавшего. Среди жертв 7 подростков. Трое из Косово, трое из Турции и еще один из Греции. Еще 35 человек ранены. В Турции задержали помощника Гюлена Халиса Ханджи. Власти Турции говорят, что он въехал в страну за два дня до попытки переворота. Именно Фехтулаха Гюлена, проживающего в США оппозиционного исламского проповедника, турецкие власти считают организатором путча. В эти минуты в Стамбуле проходит большой митинг. Там сейчас работает наш спецкор Вениамин Трубачев. Он с нами на прямой связи. Вениамин, добрый вечер. Много ли людей собралось? И какие последние новости? Да, вот митинг сейчас в самом разгаре. Сейчас, правда, небольшой перерыв. Одни лидеры уже выступили. Сейчас ждут, что приедут другие. Площадь такси заполнена. Рядом со мной находится сцена, с которой и выступают много людей с флагами. В центре города их продают буквально на каждом углу. Люди скандируют лозунги, поют, исполняют национальные танцы. Интересно, что изначально это был просто митинг оппозиции, которая тоже выступает против попытки государственного переворота. Но вот в последний момент правительственная партия Эрдогана решила присоединиться к этой акции. Таким образом, сейчас здесь находятся и оппозиционеры, и люди, которые поддерживают нынешнее правительство. До провалившейся попытки госпереворота это, конечно, было сложно представить. Мы против переворота. Хотим видеть нашу страну сильной и процветающей. Нас объединяет то, что мы любим Турцию и не хотим, чтобы на улицах гибли люди. Сейчас здесь ввели беспрецедентные меры безопасности. Площадь такси полностью ограждена. Установлены рамочные металлодетекторы. Повсюду сейчас здесь полицейские и сотрудники спецслужбы. Они проверяют документы, осматривают сумки. Вероятно, в любой момент здесь может появиться и президент Эрдоган. Он сегодня записал телевизионное обращение к народу, призвал людей сохранять спокойствие и объяснил, что чрезвычайное положение, которое сейчас действует в стране, это временная мера для стабилизации ситуации в Турции и для защиты госструктур. Попытка военного переворота была направлена не только против государства, правительства и парламента, но и против вооруженных сил. Мы спасли наших солдат. После этого Турция должна стать сильнее и вступить в новую эру. Эрдоган сказал, что задержано на данный момент больше 13 тысяч человек. Это в основном военные, полицейские, судьи и прокуроры. Всех их подозревают в причастности к попытке переворота. Но, судя по всему, это не окончательные данные. Аресты в стране по-прежнему продолжаются. Стало известно, что будет, например, расформирована президентская гвардия. Но в Турции, стоит отметить, достаточно людей, которые считают, что таким образом Эрдоган устраняет своих конкурентов и задержанные часто вообще никакого отношения к перевороту не имеют. А страна стремительно разворачивается от демократии к исламскому авторитаризму. К примеру, в городке Диарбакир власти в рамках чрезвычайного положения закрыли курдскую школу, и директор не побоялся публично выступить против власти. Это антидемократично. У нас нет никаких связей с общественными организациями и партиями. Мы даем образование людям. Мы просто обучаем курдскому языку. В Турции сейчас каждый день проходят митинги сторонников Эрдогана. Но если не посещать эти акции, а просто пройтись по улочкам Стамбула, и не скажешь, что в стране такая напряженная ситуация. Стоит отметить, что рестораны и магазины работают, газеты продолжают печатать телеканалы, ведут прямые трансляции. Общественный транспорт и аэропорты функционируют в штатном режиме. Туристов, конечно, немного. Но здесь же на площади такси люди продолжают приходить. Каких-то провокаций или задержаний я пока не заметил. Обычно такие акции длятся до глубокой ночи, а иногда и до утра. Но вот мы будем следить за тем, что будет здесь происходить. Спасибо. Это был Вениамин Трубачев с последними новостями с Турции. Бандитский налет в Днепре. Буквально час назад в центре города на улице Пастера четверо неизвестных с автоматами остановили автобус Днепр-Одесса, ворвались в салон и отобрали у пассажиров деньги. У всех было около 100 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает свидетель происшествия, местный житель Павел Кузьменко. Факт ограбления нашим корреспондентам подтвердили в патрульной полиции города. Мои коллеги сейчас выясняют все обстоятельства. Смотрите подробнее об этом дерзком ограблении завтра в подробностях в 20.00. Театром абсурда называют мукачевские соцработники нормы палеотивной помощи, которые разработали в Киеве. Говорят, перечень услуг смертельно больным людям на дому вызывает недоумение, а временные рамки, которыми их ограничили, порой даже смех. О чем речь разбиралась Марина Коваль. Начальник мукачевского управления соцзащиты показывает свежий документ из Киева. В нем нормы предоставления палеотивной помощи. Первое, что возмутило, говорит Наталья Зотова, это принципы отбора подопечных. Медсправки о смертельной болезни недостаточно. Люди должны пройти конкурс с выставлением баллов. Сюда входит, например, контроль дефекации, контроль сачевыделения. Полностью контролюет безсторонние допомоги, 10 баллов. Ну и так идет на спад, человек полностью не контролирует. У меня вопрос, например, что отчувает человек, и как это должно происходить. Не меньше вопросов у соцработников и к перечню предоставляемых услуг. По мнению Министерства соцполитики, палеотивная помощь включает, например, уход за огородом. Правда, участок должен быть не более двухсоток, и управиться нужно за 138 минут. На чтение книги подопечному отведено 15 минут. На растопку печки и штопку одежды – 8. А вот в магазин и обратно следует сходить за час 20. Закапать крапли – целых 15 минут. У меня тут до разработчиков выникло серьезное вопрос. 15 минут на одно око или на два? Может, разгубиться, может, полчаса нужно капать два ока, а мы будем за 15 минут. Порушим стандарты и нормы. Елена соцработник, и хотя подопечных со смертельным диагнозом у нее нет, говорит, работать по стандартам не получается. Вместе идем к Нине, она слепая, без посторонней помощи никак. По нормам Елена должна бывать у нее дважды в неделю, но приходится нормы злостно нарушать. Я гречка, не перебрана. Я бы хотела гречку есть, а вы бы не могли забегти. Ну, я бы не забежу. Да, бывают такие, да, да. Мы проживаем по разумению, там не можно обмежать часом. В Минсуцполитике негодование мукачевских коллег не понимают. Говорят, нормы помощи смертельно больным разработали специалисты, основываясь на наблюдениях в существующих паллиативных отделениях. Был звит по апробации и вызначены ориентовные часовые межи. Но, соответственно, к государственному стандарту, государственный стандарт означает, что сначала перед тем, как надавать социальную послуги и укладывать договор, означаются индивидуальные потребности. Да и вообще, перечень услуг и временные рамки – это просто рекомендации, говорят в министерстве. Мукачевские соцработники удивлены. Тогда к чему все эти нормы, зачем бюрократия? Не полезнее было бы заняться тем, что действительно необходимо. Хотя бы созданием бригад и специалистов по паллиативной помощи, которых, например, в этой области сейчас нет вообще. Марина Коваль, Александр Пантелеймонов, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. В Смеле Черкасской области работников спасательной станции подозревают в браконьерстве. Общественные активисты на территории станции нашли более сотни сетей, которыми, по их мнению, спасатели могли вылавливать рыбу. По данному факту, полиция уже открыла уголовное производство. Да только активисты опасаются, что дело спустят на тормозах. Почему? Все подробности выяснил Станислав Кухарчук. Центральный пляж Смелый. На берегу Тясмина десятки отдыхающих, но рыбаков не меньше. Петр Григорьевич частенько приходит сюда с удочкой. Правда, сейчас, когда на улице жарко, улов небольшой. Всего несколько карасей. Я рыболов-любитель. Затяки, оно там, оно на лодках длится. Там и сеточки есть, и все там есть. Сетки есть, да? Конечно. Местный активист Илья показывает, где на берегу есть и сети, и браконьеры. От центрального пляжа это несколько сотен метров. Все скрыто густым камышом. Прохид, цикладочка стоит. Далее будут такие проходы, будут човни, човни захованы. И тут далее хата одного местного браконьера. Хозяева дома гостям не очень рады. Встречают руганью. Илья объясняет, не раз ловил их за незаконным промыслом. Что мы рыбачим? Что мы рыбачим? Да? Рыбачим, я не заходу до вас в дверь. Ну ты иди нахуй. На этом видео скандал куда громче. Активисты улечили в браконьерстве местных спасателей. На базе Смелянской поисково-водолазной группы обнаружили более сотни сетей. И все по разным мешочкам, по разным местам. Ты на улице стоять мокрые, вы их ставили ночью. И проверяли. А те пока охраняются, сберегаются. А те, наверное, хорошие, захованы под замками на продаж. Чтобы не украли, естественно. Территорию охраняемых, чтобы не украли. Спустя неделю после обыска начальник станции уверяет, Эти сети они забрали у браконьеров, охранили, чтобы потом утилизировать. Правда, предоставить соответствующие акты не смогли. Что, впрочем, и понятно, законных полномочий на это у спасателей нет. А еще на станции не оказалось и рыбы, которую они якобы вместе с сетями изъяли у нарушителей. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного вылова. Только вот без пойманной рыбы доказать, что к этому причастны спасатели, будет крайне сложно. Но активисты уверены, производство открыли именно по такой статье, чтобы спустить дело на тормозах. Работников этой станции уже не раз подозревали в браконьерстве, но никто так и не был наказан. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. В Киев привезли главную святыню к празднованию тысячелетия пребывания древнерусских монахов на Афоне. Это икона благословения Святой горы Афон. Ее написали греческие иконописцы специально для Украины. Алла Матюшок расскажет подробнее. Под звон колоколов икону вносят в Киево-Печерскую лавру. Здесь уже с самого утра собрались верующие. В честь святыни, архиереи, афонские монахи и блаженнейший митрополит Ануфрий служат божественную литургию. Эта икона стала святыней и символом праздника тысячелетия пребывания древнерусских монахов на Святой горе Афон. Ее специально к такому юбилею написали греческие иконописцы. На иконе изображены подвижники из Украины, которые подвязались на Афоне и были прославлены в лике святых. В центре – Афонская Божья Матерь. Икона, где размещены все святые преподобные выходцы из наших земель, чтобы все верующие люди могли поклониться, помолиться святым годникам Божьим. В Киев святыню привезла официальная делегация Украинской Православной Церкви в сопровождении святогорцев. Вместе с подарком в первую очередь афонские монахи пожелали Украине мира. Хочу передать православному народу Украины от лица наших святогорцев благопожелание мира, любви, чтобы в вашей державе, в вашей стране водворился мир, любовь, согласие. Мы день и ночь святогорцы молимся и сугубо молимся о Отечестве Украинском. Икону благословения Афонской горы осветили в монастыре на самой Святой горе. Именно там, где был пострижен монахи преподобный Антоний, основатель Киево-Петерской лавры и монашества на Руси. В его честь на Святой горе Афон блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий осветил пещерный храм. Этот монастырь является тем монастырем, в котором начал свое монашеское житие преподобный Антоний Киево-Петерский. Святое, которое мы сегодня святкуем, оно напоминает нам, что людина на землю пришла без ничего, и также без ничего людина покидает землю. Икона останется в Киево-Петерской лавре. Здесь верующие смогут поклониться и помолиться святым угодникам, святогорцам из Украины. Алла Матюшок, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. В Бразилию путь заказан или все же нет? Сегодня МОК определялся, пускать ли российских спортсменов на игры в Рио. В итоге решили применить презумпцию невиновности. Что это значит, знает Данил Русаков. О том, что российская сборная в полном составе не поедет на Бразильскую Олимпиаду, сегодня сообщила американская газета Daily Mail, сославшись на свои источники. Кто они, прямо не говорится, однако читается недвусмысленный намек. Информацию, что называется, слили из самого Международного Олимпийского комитета. Несколько часами позже в МОК заявили, сегодня окончательного решения принимать не будут. А промежуточные итоги таковы. Олимпийскому комитету России выразили недоверие к самим играм, допустим, только не уличенных в употреблении допинга спортсменов. Определять, кто именно чист, будут в профильных федерациях. Там должны принять решения по каждому виду спорта индивидуально. Пока же от игр в Рио уже точно отстранили сборную по легкой атлетике. Это произошло после инцидента с допингом. Напомню, после расследования немецкого телеканала АРД и разоблачительных интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Рыченкова, на поверхность всплыли масштабные махинации с запрещенными препаратами во время Сочинской Олимпиады. В преддверии очередного заседания МОК высказался и российский министр спорта Мутко. Не хотел бы там строить планы по негативному сценарию. Конечно, мы исходим и думаем об этом. Безусловно, мы понимаем, что сегодня спортсмены готовились. Безусловно, вот легкая атлетика объявила о том, что 28-го у них будет турнир специальный. Из числа всех легкоатлетов на игры допустят лишь одну спортсменку Дарью Килишину. Она уже получила индивидуальное разрешение от профильной федерации. Впрочем, обсуждением олимпийского будущего легкой атлетики министр Мутко ограничиваться не стал. Принял решение исключить всероссийское объединение болельщиков из Российского футбольного союза. Из-за потасовок с британскими болельщиками во время недавнего Еврочемпионата во Франции. Руководство объединения министр теперь склоняет к решению уйти в отставку. И даже лично обвинил главу местного фанатского движения Александра Шпрыгина в активном участии в беспорядках. После столкновения его дважды выдворяли из Франции. Напомню, в результате событий на улицах Марселя французские власти арестовали несколько российских болельщиков. Судебные разбирательства закончились тюремными сроками. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. В Рио открылась Олимпийская деревня. Масштабный комплекс, в котором площадь только одной столовой сравнима с тремя футбольными полями. Об этом и не только. Смотрите далее в нашем обзоре. В Рио-де-Жанейро открылась Олимпийская деревня. Комплекс стал крупнейшим в истории игр. Поселок рассчитан на 10,5 тысяч спортсменов и 7 тысяч членов делегации. Это 31 здание и более 3,5 тысяч апартаментов. На территории теннисные корты, футбольные поля, бассейны, клиника, тренажерный зал, видеомузыкальные и косметические салоны, кабинеты психологов и самый большой в мире ресторан. А в Китае собрали крупнейший в мире самолет-амфибию. Машина предназначена для тушения лесных пожаров и проведения спасательных работ на воде. Благодаря четырем турбированным двигателям самолет способен набрать на борт 12 тонн воды всего за 20 секунд. Уникальная машина может поднять в воздух более 50 тонн грузов и преодолеть без посадки 4,5 тысячи километров. Самолет Solar Impulse завершает кругосветное путешествие. Аппарат использует исключительно солнечную энергию. На крыльях лайнера 17 тысяч батарей. Полет вокруг Земли швейцарские пилоты начали в марте прошлого года в Абудаби. Сейчас самолет вылетел из Каира. Главная цель полета – продемонстрировать возможности экологически чистых технологий. Необычная жара в Соединенных Штатах. В Вашингтоне температура воздуха при 50-процентной влажности достигает 38 градусов по Цельсию. Пытаясь хоть как-то охладиться, жители американской столицы и гости города купаются в фонтанах и буквально сметают с прилавков все запасы питьевой воды. Тем временем в Калифорнии, на северо-западе от Лос-Анджелеса, из-за высоких температур загорелся лес в заповеднике. Уже выгорело около 20 тысяч гектаров. В 75 лет «Чудо-женщины» отпраздновали в США. Вымышленная супергероиня впервые появилась в комиксах в конце 1941-го и стала одной из пяти персонажей, история которых пережили не только Вторую мировую войну. Эта принцесса Амазонок обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью, а еще может заставить любого говорить правду. В следующем году на экраны выйдет фильм о подвигах «Чудо-женщины». Сдержанная, строгая, немногословная. На это все о Елизавете Второй, королеве Великобритании. Но сегодня она раскрыла несколько своих секретов. В частности, о том, какой одежды предпочитает. И даже разрешила показать публике несколько своих нарядов. Наш сапкор в Лондоне, Оксана Кундеренко, подробнее. Идеальный крой, необычный цвет, никаких глубоких вырезов, шляпка в тон... Ой, погодите, это что-то не то. В любом случае, редкой моднице можно тягаться с самой королевой Елизаветой Второй, которая в свои 90-е по-прежнему икона стиля. В честь юбилея Ее Величества Букингемский дворец решил приоткрыть завесу тайны и пустить простых смертных в гардеробную правительницы. Чтобы собрать все вместе, потребовалось больше года. Вы можете увидеть одежда в идеальном состоянии. За это отвечает целая команда специалистов. Ее идеальный образ платья, футляр длиной ниже колен, пиджак или легкое пальто из той же ткани, плюс головной убор. Всем занимается Анжела Келли. Почти 15 лет она на должности королевского портного. Учитывает все детали. Например, будет ли Елизавета Вторая сидеть в платье или же стоять. Именно за время работы Анжелы стиль королевы стал очень индивидуальным и узнаваемым. Я видела королеву и считаю, что она удивительная женщина, восхитительная. Обожаю ей шляпки. Сама бы такие не надела, но ей очень идет. У нее очень оригинальный вкус. Особенно это касается выбора аксессуаров. Поэтому я и приехала из Парижа посмотреть на ее наряды. Все платья королевы шиты на заказ и неповторимы. Обычно дизайнер предлагает четыре эскиза, из которых Елизавета выбирает один. Лично она отбирала и то, что будет представлено на этой выставке. Ее Величество очень долго консультировалось по поводу того, что включить в экспозицию. И приходила сюда, чтобы все проверить перед тем, как пускать посетителей. Поэтому она в курсе, что происходит. С первого взгляда может показаться, что королева выбирает похожую одежду для самых разных поводов. Семейных, официальных, торжественных. Но это далеко не так. Стилисты строго следят, чтобы ни цвет, ни структура ткани не повторялись на протяжении нескольких месяцев. Так что Елизавета всегда разная. Опять же, многие знатные и не очень дамы пытаются копировать образ монаршей особы. Получается чаще всего бледная копия. Ведь и правду говорят, как не наряжайся, красота она внутри. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Свежие новости вы всегда можете прочитать на нашем сайте. Подробности Юэй. Приятного вам воскресного вечера. И увидимся уже завтра утром. Субтитры подогнал «Симон»!